По машинам! Пошли! В ее составе 9 экипажей клуба они сражались за родину на автомобилях времен войны, колонна новых машин автоваза и команда «Навигатор-63» на квадроциклах. Автопробег «Знамя Победы» организован самарскими единороссами в рамках проекта «Историческая память». То, что мы делаем, это действие патриотическое. Нельзя стать патриотом, лежа на диване, играя в компьютерные игры. Можно стать только в действии. И для нас это очень важно. Быть патриотом значит иметь личную ответственность перед собой и перед Родиной. Отец Михаил отправился в эту экспедицию по отклику сердца. Вместе с церковным облачением он гордо носит голубой берет в память о службе в десантных войсках. Молебен на поклонной горе для него особенный. Чувствуется именно тот огонь, который полыхал кругом, тот огонь, который полыхал в душах людей, в глазах людей, которые шли вперед за свободу, за справедливость, за свое отечество, за свои семьи, за будущее своей страны, которого, скажем так, могло и не быть. Благодаря им мы имеем это будущее. Это история жертв, миллионов жертв наших граждан и наших защитников. График движения автопробега плотный. Много городов и событий. Ранние подъемы и поздние отбои. Чтобы преодолеть расстояние в 100 километров, военным машинам требуется больше двух часов. Дань памяти у всех участников личная. На российской земле практически у каждого есть уголок, связанный с кем-то из родных. Каждый город, куда заходит колонна, дарит нам радушие и неожиданные встречи. Так глава администрации Смоленска оказался нашим земляком. Мы просто-напросто ощутили дух единения между двумя братскими областями, не побоюсь этого слова, Самарской и Смоленской. Поэтому низкий вам поклон за то, что вы сподобились на это. Даже протокольное слово мероприятия не хочется говорить. Вот на эту прекрасную, заложили вот эту прекрасную традицию. Самые большие сюрпризы преподнес ребятам город Рудни. Подъезжали под проливным дождем. Машины пришлось накрыть тентами, которые от него мало спасали. Но даже на мгновение бойцам не пришло в голову погрузить автомобили на автовоз и пересесть в комфортабельный автобус. Но мы исходим из того, что если наши деды доехали в военное время, то нам сам Бог велел доехать в мирное время и отдать долг памяти. Я думал, будет от силы человек 20. А здесь было как минимум 200 человек. Судя по всему, просто дети немножко ушли, потому что холодно реально на улице и так далее. Но они тоже были удивлены, что мы вообще до них доехали. Они думали, что мы испугаемся мороза, холода, дождя и не приедем. Дождь и ветер не испугали рудничан. Десятки жителей маленького городка пришли на встречу с самарцами. Это же наша история. Это же интересно все посмотреть, увидеть там все. Нас больше привлекли вот эти автомобили, честно говоря. Дочь Михаила Алексеевича, Уберина Михайловича, депутаты районного представительного собрания. А у вас самарь везде сколько много приехало. Но самое поразительное ждало впереди. Именно здесь, в нашей последней точке перед Белоруссией, живет дочь легендарного сержанта Михаила Егорова. Того, что в 1945-м водрузил знамя победы над Рейхстагом. И эта встреча стала необыкновенным знаком для автопробега с тем же названием. Знамя победы. Герой войны как будто передал нам эстафету памяти и нашу личную ответственность. Можно с лишний раз вспомнить и прикоснуться к тем святым датам, к тем воспоминаниям, к той истории, которая нас всех объединяет. Для нашей молодежи это лишний повод гордиться своей страной. Копию главной военной реликвии, знамени победы, участники автопробега должны доставить в город-герой Брест. Тот, что первым встретил войну лицом к лицу. Также в подарок белорусскому народу останется копия легендарного штурмовика Ил-2. Более 30 тысяч таких самолетов было собрано в Койбышеве в годы войны. Взамен каждый из самарцев увезет домой уверенность, что никакие внешние обстоятельства не в силах разрушить вековой дружбы наших народов.